У нас была и визитка в себя, но это и визитка компании, как я ее представила. Немного о Марксике. Ну как Марксике? Я такой, знаете, маркетолог-любитель, что приходится заниматься всем, это от личной жизни до стратегических планирований. У меня был заказ, архитектурное агентство, архитектурное бюро, мы просили просто посмотреть и сделать какие-то идеи для сайта. Я говорю, ребята, я не мастер-толк, я говорю, да посмотри. Я говорю, хорошо. Ну как бы как системное, человек с большим математическим образованием в прошлом, пришлось, так сказать, разбираться этим системно. Я завязывала все сайты, я попросила сначала сайты, которые называются обычными. То есть все эти бюро, архитектурные, архитектурные компании и так далее, которые особо не отличаются друг от друга, их много. Ну если даже послить эти сайты, то у меня особо, так сказать, ну ничего, глаза не цепляют. А что они продают? Ну вот приблизительно вот это. Точнее у всех. Помните эти слова? Мы можем, мы умеем, мы для всех вас делать все, что вы хотите, когда хотите, тогда, когда надо, так как надо самым лучшим образом. Ну вот это вот об этом, да? Притом посмотрите на ваши сайты, к сожалению, очень много сайтов такое. Что они продают? На самом деле я потом посмотрела фитнес-клубы, я потом сейчас посмотрела на торговую марку одежды, потому что у меня там человек идет по программе с торговой маркой, делает. И что там происходит? Они предлагают перечень слух. То есть у нас есть это, 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 это. Стараются отличаться либо качеством, либо набором продуктов, да? Ну у нас, знаете, вот фитнес-клубы были. Вот у нас не 25 программ, а у нас 35 программ. А у нас сейчас деток есть, да? А то, что у тебя все одинаковое, ну как бы вот чей никого не интересует. Потому что ты ничем не отличаешься особо, кроме этих программ. На самом деле ничего не происходит, да? И представляешь, опять через свою историю. Мы работаем с 2008 года, наша компания началась того-то, того-то. Мы пришли к этому, к этому. И вот такая история, которую на самом деле никто не читает. Я потом попросила несколько компаний, я сейчас говорю о украинских компаниях. Я сейчас не говорю о том, что опять же, я говорю о больших, крупных компаниях. Да, у них нужно, что эти тренды приходят сюда. Ну я бы говорила, что наши украинские компании, которые работают, получают хорошие деньги. Самые-самые яркие. А что у них получилось? Ну, это, по-моему, я взяла мировые, да? Но у них, я еще покажу, и украинские. Либо все представляется через личность. Личность человека, который столб дал эту компанию. Личность человека, который ее курьирует. Личность человека, который несет свою идею. Личность человека. И какая она, какая это личность, и как этот человек, естественно, может потом создавать что-то. Либо через миссию, да? Вот это знаменитые миссии, которые все заказывают, потом все пишут одно и то же. То есть, типа, мы помогаем нашим клиентам, улучшать своих там что-то. Да. Ну, в принципе, как бы, долго не будем мучиться. Здесь есть замечательные миссии. Беста нас, он говорит, либо лучше, либо для чего-то, да? Ну и так далее. Над этим думают. Я сейчас не буду говорить об этом. Вот то, что я увидела на сайтах наших архитекторов. Один наш архитектор, Сергей Вахнов. Я вообще не знаю, просто он на сайт зашла, чтобы очень интересно было посмотреть, как она. Вот он представляется вот таким вот образом. А вот самое главное его представление личности, да? То есть, идеи живут здесь. Пожалуйста, позвоните мне. И вот такое замечательное лицо, которое улыбается во всем шип экрана, да? Когда начинают описывать его, то это, талантливый, удачный игрок, да? Дурачиться, создавая шедевры. Сулашедшая идея, спонтанность, непредсказуемость, серьезная ответственность руководителя, да? И очень важная вещь. Компания Махно создает живые пространства. Он не просто говорит, здравствуйте, что он куда поставит, какой он стульчик, какие, так сказать, какого стиля вам не будет. В общем, знаете, что делать? Скажи мне, чего тебе надо, я тебе сделаю. Ты говоришь, а ты вообще специалист, мне помоги, пожалуйста. Нет, ну это же ваша задача, какие-то проблемы. Ты мне скажи, я тебе сделаю, все, что хотите, сделаю. Вот хочешь стул делать, сделай стул. Хочешь шкаф? Нет проблем, делай шкаф, да? Здесь делают живые пространства, живые пространства, в которых интересно жить. То есть, каждая деталь там работает, да? В каждый момент этот человек там может находиться. Это не просто, нет, вот, сделал, и мне интересно, что тут происходит. Делать индивидуально говорящие пространства со своими деталями и историей. Это вот некое представление, смотрите, да, там есть, что мы делаем, но оно где? Оно потом. После того, как я представила, что это за компания, кто руководитель и какая атмосфера она живет там. Второе тоже у нас на Украине, оказывается, итальянец, весь францесский компонат. А здесь совершенно другая история. Тоже сайт представляет итальянский гурман, эстет, тонкое, чувствующее, прекрасное, тонкие моменты души человека. Ну, не только сверху, а хулиган, индукция. Ощущение прекрасного любви, усердно-качественного материала. То есть, ну, как бы, мы такие, крутые. Всегда установят уникальные личные контакты. Студия Капанца дает произведения, искусство. Даже если они не собираются это делать, то все равно обеспечено оно, потому что взялся за дело. Это вот то, что... Ну, еще вот интересно, как бы, немецкое, это не у нас, но там тоже было такое интересное, что фирма создает работающее пространство. Разно изморочное дизайство, это лучшая вещь. Что значит работающее пространство? Например, когда я это читала, оно, в принципе, в переводе получалось, что, например, если мне заказывают магазин, то я спрошу, какой магазин, что вы хотите получить, какие у вас клиенты. То есть, каждый сантиметр этого магазина будет что делать? Работать на продаже. На праг...